Добрый день, мои хорошие, добрый день, уважаемые подписчики. Снова с вами Николай Сомсиков, агентство недвижимости Титул. Вместе с вами сейчас будем смотреть дом, где ниже в описании укажу, у вас дом, общую площадь и количество земли, сам дом находится. Краснодарский край, поселок Верхневеденевский, это Белореченский район, улица Сиреневая, номер дома 21. Ну и, конечно, ниже в описании укажу номер телефона собственника, где вы можете позвонить и задать вопросы, которые вас будут интересовать. Смотрим с вами этот дом. Мои хорошие, сейчас будем с вами смотреть небольшой домик. Домик аккуратненький, небольшой. Это домик для двух, максимум трех человек. Дом получается сам блочный и оштукатурен. Что касается коммуникации, вот, допустим, в доме есть все удобства, но кроме газа. Газ, друзья, вот у нас подведен. Если, допустим, вы хотите, можете спокойно подключить его к котлу. Допустим, там есть дровяной котел в данный момент, но можно поменять просто котел, а само отопление полностью готово. Так, теперь давайте сейчас покажу вам улицу. Это бывшие дачи. Сейчас его уже перевели в статус поселок. Поселок Верхний Леденевск. Вот так у нас улица выглядит. Буквально здесь где-то метров 300 уже у нас асфальт. Улица Тупиковая. Вот там есть разворотная площадка. Кстати, здесь, друзья, где-то метров 300-400 протекает горная река Белая. Можно, в принципе, рыбу ловить. Нужно даже не то, что можно, а нужно. И вот у нас улица Сиренева, 21. Вот, я даже сейчас покажу вам. У нас кровля шиферная. Есть плодовые деревья. Здесь очень много винограда. Здесь виноград, здесь виноград. В принципе, если, например, у вас автомобиль, у нас есть, допустим, воротина. Открыли. И сюда можете машину смело поставить. Здесь поместится только легковой автомобиль, чтобы понимали. И вот, смотрите, виноградник. Конечно, летом, весной здесь будет очень приятно. И вот давайте вот с этой стороны вот так у нас выглядит палисадник. И вот в этой части тоже самое. Вот видно розы плетущие и так далее. Так, видим здесь с вами плодовое дерево. Это, получается, яблоня, вишня. Здесь у нас забетонировано. И смотрите, давайте сейчас покажу вам участок. Вон, видно у нас септик в той части. Располагается. Есть у нас плодовые деревья там. Вон есть ежевика, вишня, яблоня. И вот, смотрите, тут у нас, получается, персик, инжир, вон орех, слива. Тут, в принципе, деревья где-то больше 10 наберется по-любому. А так участок аккуратненький, ухоженный. Также есть и смородина и так далее. И у нас весь уличный туалет в этой части. И, получается, у нас летний душ в конце огорода. Кстати, айва тоже есть у нас. Ну и клубника посажена. Теперь, смотрите, здесь у нас скважина. У нас есть две скважины. Первая скважина для полива именно здесь. А вторая скважина именно, получается, в доме. Есть для того, чтобы у вас была вода именно в доме. Давайте с этой стороны. Ну, цептик, как говорил, он здесь. И давайте сейчас зайдем с этой стороны, посмотрим с вами дом. Здесь отмостка. У нас, получается, тут отмостка, тут отмостка. У нас вот так это выглядит. Все аккуратненько, в принципе. Даже кондиционер есть. Кстати, домик с мебелью продается. Пусть там мебель, допустим, не современна, но там все чистенько, аккуратненько. И, смотрите, кстати, вот заборчик так. Здесь тоже забетонировано. И вот банька. Тут есть банька, друзья. Пусть она такая не сильно современная, но она тут и есть. Пожалуйста, попариться, покупаться уже приятно. И есть также такая, знаете, небольшая летняя кухня. Смотрите. У нас даже есть тут вода проведена. Ну, тут отопления нету, но тоже аккуратненько. Смотрите, высота потолка, в принципе, так нормально. На полустяжка, линолеум. По поводу дров, смотрите, друзья, у нас вот дровяник в этой части. Дрова тут. И давайте вот здесь тоже. Ну, это тоже как дровяник, как склад, как для хранения вещей. Вот так это выглядит. Ну, в принципе, это очень хорошо, что домик компактный, уютненький и ничего лишнего. Но эту часть мы оценили, посмотрели. И давайте, эта труба у нас от котла. Ну, и давайте сейчас вот зайдем именно дом внутри, посмотрим и оценим с вами его. Ух ты ж. Так, зашли мы с вами в дом. Чуть-чуть запутался. Так, у нас получается деревянная дверь. На полу стяжка, линолеум. И смотрите, вот у нас дровяной котел. Здесь получается, что вы можете поменять на газовый котел. Газ вы видели, газовая труба подведена к дому. У нас отопление полностью по всему дому. Металлопластиковое окно. У нас такая, знаете, как прихожая. Сейчас вот камеру разверну. Видите, даже шкаф помещается. Домик, друзья, небольшой, как я сказал. Ну, по крайней мере, все чистенько и аккуратненько. Теперь смотрите. Вот у нас это как кухня. У нас получается здесь раковина, кухонный гарнитур, обеденный стол. Вот здесь есть подвальчик, друзья. Вот, друзья, вот именно под этим кухонным гарнитуром, под линолеум. И там, получается, забита скважина. Автоматика стоит именно для дома. В этой части располагается у нас, получается, холодильник. Это стабилизатор у нас. Вот смотрим с вами, оцениваем. Входящие, исходящие. Так, и смотрите. Конечно, очень важно это туалет, душевая, ванна и так далее. Смотрите. Получается, что раковина. Также у нас с вами мы видим ванна. Также у нас бойлер под горячую воду. У нас окно в этой части. Унитаз и стиральная машинка. В принципе, все помещается. Здесь отопление у нас, получается, вот так выглядит с этой стороны. Ну и вот здесь вот такая труба. А так, в принципе, осталось здесь только в этот дом газ и все. И теперь смотрите. Вот у нас самая маленькая спальня. Тоже металлопластиковое окно. Также у нас вот видно радиаторы, обои. С этой стороны тоже обои. Здесь у нас деревянный пол. Ну, видно, что помещаются две кровати. По сути, можно и одну большую двуспальную кровать. Конечно, по бокам будет не так хорошо пройти, но это помещается. И вот смотрите. Здесь также у нас помещается даже шкаф. Дверь мешков на дна, конечно, есть. Высота потолкового. Вот, кстати, это натяжной потолок. Высота 2,45 здесь именно. Это у нас была первая спальня. Ну, и вот смотрите. Вот самая большая у нас спальня. Видите, помещается двуспальная кровать. У нас также металлопластиковое окно. В этой части шкаф помещается. Люстра. Ну, в принципе, давайте вот сейчас с этой стороны я вам покажу обои. Мешкомнатная дверь и также телевизор. В принципе, друзья, здесь все, что необходимо. Ну, минимально, конечно. Я сейчас поближе к окну подойду, чтобы было меня видно хорошо. Друзья, ну, смотрите, напоминаю, что дом находится Краснодарский край, Белореченский район, поселок Верхневенеевская, улица Сиреневая, 21. И также будет ниже в описании указан номер телефона собственника, где вы можете позвонить и задать вопросы, которые вас будут интересовать. Да, здесь газа нету, но домик небольшой, как я сказал, для двух, максимум трех человек. Вся мебель, которую вы видите, она остается кроме бытовой техники. И вы обратили внимание, что горячая, холодная вода есть. Ну, бунгает удобства есть, кроме, конечно, самого газа. Ну, а дровяной котел, вы видели, он там располагается. Также здесь есть школа, там 9 классов, садиков именно в этом поселке нету. Здесь расстояние от города Белореченска где-то 10-11 километров. Ну, регулярно по расписанию проходят автобусы, маршрутки, чтобы вы это знали. Ну, и также рядом здесь протекает горная река Бела, где вы можете на рыбалку ходить, если это необходимо. Ну, что, друзья, прямо сейчас ставим лайки, прямо сейчас пишем ваше мнение по поводу этого дома. Кто не подписан на мой канал, прямо сейчас подписываемся. Ну, и, конечно, кому нужна будет помощь в поиске объекта недвижимости, можете лично мне звонить, либо нашим помощникам, либо заходите на наш сайт. Тоже ниже в описании будет указана ссылочка нашего сайта. Заходите, смотрите, выбирайте объекты недвижимости и, конечно, звоните либо мне, либо нашим сотрудникам. Все, друзья, смотрим с вами очередной обзор недвижимости. С вами был Николай Сомсиков. Всем пока-пока.